Всем здравствуйте! Сегодня 24 августа 2022 года, Одесса. Сейчас 9 утра. Сегодня в Украине день независимости, праздник. Мы всех украинцев поздравляем с этим днём. Всем желаем счастья, здоровья, мира. И быстрейшего окончания войны в нашей стране. Комендантский час у нас не перенесли. Было много разговоров за это. Но комендантский час остался с 23.00 до 5 утра. Так, смотри, как долго нет... Светофор стоит. Ну, это хорошо, что комендантский оставили, потому что неудобно очень. Ну, в некоторых городах же там сделали, перенесли. Но у нас тоже что-то там столько стращали, столько было разговоров. Ну, слава богу, всё правильно. Так, сейчас мы перейдём через дорогу. Так, ещё, знаете, я вчера выложила видео в нашем канале на Телеграм. Наш канал называется «Детские прогулки». Ссылку я всё время выставляю под видео. И меня там женщина спрашивает. А вот многие пишут и показывают видео, что у вас какое-то задымление, а я вижу ваше видео, у вас чистейший воздух. Вы знаете, я не знаю, про какое задымление всё время выставляют видео некоторые блогеры одесские. Может быть, это в каком-то другом районе. Я не знаю. В нашем районе мы ходим в основном, молдаванка, центр, слободка. Я не вижу никакого задымления, мы не видели ничего такого. Да, может быть, это утренний туман, я не знаю, но у нас такого не наблюдалось. Слушайте, мы сейчас подходим к кинотеатру Родина. Ну, все, наверное, его помнят. Чтобы вы понимали, это молдаванка с этой стороны. Кинотеатр Родина. И что тут интересно, фильмы показывают какие-то или это старые вывески? Как ты думаешь? Думаю, старые. Думаешь, старые? Скоро в кино. 10 лютого. А во внутрь закрыто, да? Да. Проградано. Ага. Да, я, честно говоря, думала, что-то работает. Вот, видите, здесь вот такой маленький скверик. Так, да. А это... А, тоже, да, 10 лютого. Старая Афиша. Старая Афиша, да. Да. Это... Понятно. Так, хорошо. Что у нас еще за Одессу? Помните, я рассказывала за парк Ильича, Преображенский парк сейчас он называется. Вот мы сейчас будем к нему подходить. Я не помню, рассказывала я или нет, но так как мы здесь рядом, я скажу, что он находится, но в уникальном месте он стоит. Получается, с одной стороны Молдванка, спереди центр города, а с другой стороны район Сахалинчик, так называется, есть такой район. Ну, кто еще помнит и знает его? Ну, я думаю, люди знают. Это ж мы сейчас прошли двор Звонецкого, да? Нет. Там. Там, Игорь, Звугу, он не двор Звонецкого. Двор Звонецкого вон там, вон там, вот. Вон там. Там жила его дома, и там хотели сделать музей. Его начали, и даже уже почти, по-моему, закончили, но началась война, и поэтому... Я не знаю, что там сейчас, за вороты закрыты, трудно сказать. Видите, город убирается. Очень много сейчас опадает листьев, как осенью, из-за жиры. И дворники убивают. Деревья не поливались очень долго. Ну, не было дождя, деревья ж не поливают специально, правда? Да, поэтому... Да, поэтому вот мы подходим к привозу с другой стороны. Нам сегодня удалось выйти немножко раньше, чтобы не так было жарко. А вообще, честно говоря, думали, сегодня не пойдем из-за такой жары, но... Это здесь же парикмахерская, да, закрыта, конечно. Хорошо. Вот здесь вот Илья Ильф, писатель, родился в этом доме в 1897 году. Это ты перепутал. А Жванецкий... А, вот парикмахерская. Ну и кошка. Кошка, как же без кошки. Наших любимых кошек. Перепутал с фельдшем. Да, 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 да. Ну, ты просто знал, что здесь я... Вообще, конечно, я знаю, что многие говорят за это, что есть такие блогеры, которые названиями видео притягивают посетителей на свой канал. О, ужас, будет или не убудет, такой кошмар. Вот это вот все, вот эти названия, вот эти. Ну, вот я хочу сказать, что это... Ну, просто как минимум неприлично. И когда смотришь видео, оказывается, они говорят даже не за Одессу, понимаете? Ну, вы хотите говорить, так не пишите Одессу, пишите за тот город, где, за что вы будете говорить. Ну, я отлично понимаю, почему они так пишут. А вот мы проходим мимо здесь привоз. Мы просто много раз показывали вам по здесь, да? Да. А с этой стороны же тоже было все закрыто из-за ремонта. Кстати, тротуары. Вот кто все время видит в моих видео только тротуары. Так, чтобы вы видели, что делают у нас тротуары и все чинится. Вот так вот. Видите, это фруктовый пассаж там наверху. Да, это фруктовый пассаж. Да, да, да. Поставим 1900 до Революции. Да, 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 да. Ну, тут дворик мы не будем заходить. Вот просто покажу. О, там такой дворик колоритный. Надо было немножко остановиться, Игорь. Не беги меня так, дай немножко людям посмотреть. Вы сказали, что мы не будем останавливаться. Нет, так я не буду останавливаться, но немножко притормозить и что-то показать. А, вчера в Одессе, кстати, был день... В Одессе, в Украине был день флага. И на одесском маяке надели огромный флаг во всю высоту маяка. Украинский флаг. Переходим направо. Подожди. Значит, жди. Нам не надо направо. Давай немножко по здесь, я же говорю. Мы там все время показываем, а здесь не доходим. Там, кстати, вот если немножко пройти и повернуть налево, есть очень интересный объект библиотека. Анка маленькая. Ну, раньше это был читальный зал. Когда она строилась, еще до революции, это была не библиотека, а читальный зал. Потом постепенно настала библиотека. Там было очень много посетителей. Вот я хочу вам ее показать. Да, я думаю, ты для телеграммы это оставишь. В телеграмме у меня есть. Да, в телеграмме у меня есть раньше. Кстати, да, я говорила уже, в телеграмме мы совсем другие видео выставляем. Не то, что не попадает в ютуб. Хочется, чтобы было разно. Спасибо. Игорь, не шуми так. Что такое? Я не стесняюсь показать, как Одесса есть. Пусть говорят, что хотят. Тротуары, шмотуарары. Да, у нас проблема в Одессе иногда есть в некоторых районах с тротуарами. Ну, так что? Пусть это будет, я уже вчера написала одному человеку, пусть это будет самое большое наше горе. Это потому, что нет парковок, а тротуары делаются без большого тяжелого катка. Поэтому машины заезжают. Даже не хочу говорить оправдываться, зарякушка сидит под машиной. Вот смотрите, вот эта библиотека. Если кто ее узнает, был такой фильм, он и сейчас есть, «Дежавю». Узнаете, да, что они снимали в этой библиотеке? Булочную. Да, булочную, а по ночам кабуре. И они там самогон гнали и продавали на Америку. Ну, везли в булочных изделиях. Так, ну вот здесь вот такой райончик. Немножко. Ирона книжная. Вот кто тебя тянул за язык? Мы не говорим название. Повторяю. Вырвалось. Вырвалось, да, я знаю. Ты такой, ты можешь. Я не такая. И вот здесь вот так смотрится. Вот видите. Сейчас покажу с этой стороны. Она работает, кстати, библиотека работает. Это старейшая библиотека Одессы. В Одессе много библиотек. Все работают. Да, есть научные библиотеки, есть детские библиотеки. В некоторых библиотеках часто проводятся мероприятия, концерты, лекции. Да, да, разные. Читают книги вслух, презентации книг, презентации каких-то художников. Очень часто такое бывает. Вот теперь мы будем переходить дорогу. Мы вам показали, но возвращаться все равно надо. Мы хотели сегодня пойти на море. Так хотела на море, но выяснилось, что нам надо немножко напривозить. Поэтому мы уже пошли сегодня по здесь. Два в одном. Да. И уже, ну, что ж пропускать, если можно вас взять с собой, чтобы вы с нами погуляли. И где-то пошли. А, кстати, за покушать анекдотами, слушай, жена мужу. Другой, а сколько тебе положить голубцов? Он, ну, дорогая, положи мне столько же, сколько ты себе положила. Боже мой, ты стал так много кушать? Вот. На привозе цены... Вы знаете, всегда на привозе цены были дешевле, чем на новом рынке, чем в супермаркете. Сейчас это спорный вопрос. С того момента, как началась война, на привозе было дороже, чем в супермаркетах. Потом это примерно сравнялось, и сейчас есть уже некоторые продукты, которые можно дешевле купить, чем в супермаркете. Как бы возвращается. Ну, опять же, это из-за того, что многие не могут приехать просто в Одессу далеко. Да. Я не знаю, почему мы только констатируем факт. Это мы предполагаем. А как там оно... Врядно, потому что дворник не успел. Как оно на самом деле, мы не знаем. Ночью никто не торгует здесь. Ночью никто не торгует. Игорь, в 11 часов все закрыто. В 10 все закрывается. А, в 15 утра? Да. Потому что есть этот рынок... Как он называется? Опытовый, опытовый. Вот я говорила за Преображенский парк. Вот там вход в Преображенский парк. Очень красиво его сделали. Кто не был, пойдите, посмотрите. Там, когда заходишь, с правой стороны... С правой стороны такая доска, мемориальная, большая. Я показывала маленькие возле церкви. О, малосолочка, 80, свежая. А там заходишь, и большая мемориальная доска, как музей. И там написаны все, кто были похоронены разных национальностей. Очень красиво сделано. И правильно. Вот, молодцы, это, конечно, очень правильно. Там даже вот такая арка стоит. И на этой арке знаки всех конфессий, да? Как это называется, да? Да. Ну, привоз мы не будем вам показывать. Мы просто уже зашли, потому что мы здесь идем. Будьте нам здоровы, берегите себя. Я еще раз всех поздравляю. Всех Украину, всех украинцев поздравляю. С Днем независимости. 31-й годовщина. Да. Будьте нам здоровы и берегите себя. Если что-то с ними...